всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 также еще с нами сегодня димон 55 рус это привет это у нас автор данной карты карта новая называется она холмистый регион возобновляя традицию по обзору карт или модов с авторами так что ребят все же желающие города хочет оказаться на месте димона 55 рус могут смело заявлять об этом я хочу быть на обзоре своей карты или мода принципе не гиган он да не составит никаких проблем надеюсь присутствует на обзоре своей же работы тем более что кто может лучше рассказать о своей карте моде как не автор вот поэтому я иногда где-то что-то затрудняюсь сказать а вот автор я думаю мне расскажет в полном объеме да вадим расскажи что она мы увидим вообще на карте но на карте описание мы увидим много грязи там будет сюжет от которой как бы нельзя отрываться тот тогда потеряется вся связь вот там будет крас вот грузитесь только им пожалуйста то что все составлено только на это ну и давайте прочитать сценарий да давай зачитай я думаю многим интересно ну и вот вы наконец-то отдохнули от всей этой суеты когда вы отдыхали шли непрерывные дожди и дороги развезло в один пасмурный день вам звонит начальник петрович и говорит с возвращением сынок для тебя появилось дело которое нужно скорее выполнить и в подмогу дал тебе максима координаты местность местности вышлю позже выслушав этот разговор вы отправились за своими машинами но вы расстроились узнав что из четырех машин осталась только одна ваша машина и машина максима я тоже расстроился до сев машины вам пришли координаты и задания которые нужны вы начали читать с максим с максимом уже заговариваться начал ладно ну вот и обещанные координаты эта местность очень грязная и чтобы открыть гараж нужно найти урал открыв гараж там не будет автономные платформы но кажется платформа лесовоза и прицеп распуск вот обращай на это внимание нужно возить по четыре очка несмотря на каких автомобилях вот-вот как-то все почему это как-то взаимосвязано почему именно по четыре очка там нет козла для погрузки бревена так понимаю бревна почему там как раз два козла один на другой стороне как бы они через дорогу переходят там один подъехал там загрузился там другой проехал там загрузился чтобы легче было сделать я почему именно средний то есть почему по четыре очка почему не чтобы помнить на козле допустим маленькие длинные бревна но у меня так захотелось вот я специально для этого все это сделал ну чтобы они как бы проходили вдвоем для ходим для этого но если ездить так скажем дружно да там на одну гуськом проехали заполнили пил поехали вторую пил ну и я вот так понимаю продолжение описания да наверное там сколько надо да для погрузки вам нужно найти крас 255 с автономной платформы и довести его до точки погрузки довести это он будет находиться в другом месте ну и где будет находиться сама точка разведки всем удачных покатушек ну и расскажу что на карте будет один гараж он будет закрыт две пила рамы 1 азс которая оформлена как бы не знаю ну для меня понравилось это урал 4320 с гаражными частями крас 255 с автономной платформой две точки погрузки один лесоповал две точки разведки и два стартовых автомобиля которые можно заменить ваши моды модель так это хорошо но а две точки разведки я так понимаю карта небольшого размера какого и да 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 ну я не я не помню наверно 12 на 12 сейчас попробуем пройти эту карту обещать я не буду да вот все как бы в пределах разумного должно быть он не считает что если папа катит действительно посмотрим по грязи туда-сюда если действительно с автором то я думаю гораздо проще проходить я сейчас все объясню все найдут все все покажешь все расскажешь и тем самым для подписчиков моего канала будет гораздо интереснее понять куда вообще нужно вообще ехать что делать и так далее вот ну что давай начнем тогда я так и не давал я тоже готов стартуем едем и сегодня значит на автомобилях мы заспавнили автомобиль такие как камаз 4310 м от сумрака также у нас есть урал 4320 это мой любимый вот тут на этих машинках мы сегодня будем собственно говоря чур я на ура чеки сразу говорю пока я тоже ну камазика придержим на про запас надо на всякий случай тут большая лужица но это можно проехать лужица для игры спинтарес от неотъемлемая часть да она не такая грязная подальше будет грязнее и сразу грязнее так ну чтобы точки разведки дан одна точка разведки налево уходит поедем значит налево но придется возвращаться да ну завтра мне так страшно возвращаться да да и дай бог заблудитесь так ну местность в принципе мне уже нравится интересно все так разнообразно холмисто ну и тут конечно озерцов до была пища погодка получше солнышко светило было вообще хорошо у меня кстати солнышко светит а у меня почему-то паспорт бывает так а ты не про этот ли как раз говорю да вот это именно про этот раз вот и для этого я говорил он там поломанным на 360 трудяй мне но так то он принципе адекватно то есть его даже не надо попадать на щит надо будет до точки погрузки но я так думаю можно его смело уже отсюда выковыривать я думаю все поможем у цепки взять у меня попали с расставами не вытаскивать частью но пересяду а я че ну ладно тогда цепей ты не видишь ночью давай каждому покрыт а ну давайте давай ехать да а то что она бы как то неприлично грязь там хорошая м самов скатывал да главное едет в план поедали поехали за тобой да будешь как путеводитель сегодня надо разогнаться ну что вот туда идет как раздала дорога на пилораму она будет грязно сразу предупреждать так же вот я специально купил им заката и попробовал поэтому врагу проект мне не понравилось тебе или музыка ты не понравился или не заката и мне убил сразу его только упал и все ладно мы кощунить не будем будем стараться ездить аккуратно да 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 а то последнее время ты что-то кощунить стал да я все время кощунить не только последнее время главное подходящий транспорт нужен для кощунства ну тут овраг более-менее на уровне будет мета транспорт более того у меня уже есть хихихи для кощунства да так я что-то тут затупил немножечко ну ладно ничего бывает главное вписаться ты куда поедешь а я куда то не знаю я же тогда проезжал вроде нормально было о все 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 поехали ой 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 там моделька же вроде черная да краза у меня черная ну ладно чаще а впереди будет грязевой холм как всегда без этого нельзя тут уже грязучка так себе грязучка завалиться можно пройти ее за час можно точно я попробую как говорится чем черт а если вот я к примеру поставлю что на свой урал платформу лесовоз с краном короткий рост так проходить нельзя было обязательно ну как бы для сюжета да в гаражном привезли только платформу лесовоз ну вот по сценарию идет все понятно где у нас там точка погрузки да она там не грязная но лужица присутствует так так это холмик я вот здесь смотри можно я вот здесь проехал хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе так пользуясь случаем пока прыжничком едем можно и покатать у меня тоже погода испортилась ну и вот одинаково это как как благо дождя нет да 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 это хорошо так 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 дождь хотел поставить что-то перехотелось да не не нужен он мне кажется это излишне не он имел бы он свойство заканчиваться да или там начинаться какое-то определенное время но он отдал от того на протяжении всего там прохождения карты льдиот это мне кажется у меня вопрос ты где а там вот как раз на поворот будет незамеченным типа а вижу да поворот налево это а не надо сейчас я кразик то есть надо краза оцепить а самим дальше поехать да 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 такие понятливые все не первый день замужем но вот тащусь тащусь давай ускоряйся я дальше закрась и коцеплю пока елочки все я попер давай попробую догнать давай давай там кстати сейчас еще урал надо будет найти с гаражным нет его на миниатюре уже видел да 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 сейчас там направо сворачивать надо будет понятно там заросшая такая дорожка это да 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 а потом грязь ну судьба миниатюрки там что то растет да 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 там маленькие деревья так ну я мимо проехал правда ну я сейчас точку разведку возьму ну ой виктор виктора я я нормально земное притяжение работ так так но я тогда заберу этот урал ну давай я тоже давай там что у него прицепы или что у него с гаражной части и прицеп фургон да 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 то есть я предприятие ну ладно давай боимся с на 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 ух ты не это да на повышенный ух ты нет тут надо задом его брать а тут надо попали они подожди тут же эти я предлагаю сделать следующее смотреть но не делись это предлагаю открыть урал отцепить прицеп и зацепить да по прицепчику возьмем и нормально ну да можно не я думал у тебя вообще конкретно этот подбираюсь полуприцепку а да да это как на камазах не понял так значит отцепляем да не ну я немножечко проеду сюда все да и я проеду не дурак все тащить потом с прицепом вылезти с прицепом ну так все да и вот тут оставим так прицепы уехать самому отсюда ну хотя нам этот урал не так уж и нужен будет ну да мы на этих машин поедем но пока мазики будут там стоять на всякий случай всякое может случиться да да может быть все поехали теперь что что все все поезд я мне еще мог стоять на эти прицепы поведение реалистичным данным надо скачать поставить поставки ч а то обычно на этом прицепы до машины то есть куда придает на эмоции он панель да он на деле поэта дает то есть отдельный каждый по-своему ведет себя то есть прицеп отдельно машина отдельно то есть то как оно должно быть на самом деле по-настоящему потому что в игре не реализована вот этого дня как поворот дужки вот то есть она такая жесткая получается я пролетел ну ладно как видите тоже так же сделаем пока ямочки тут как бы вот тут на этой местности как бы ручей должен был быть но не получилось да когда тут много объектов на этой карте зависает постоянно вот у меня просто компьютер не мощный вообще понятно очень сейчас видел мою карту которые в разработке сколько там объектов все доехали да давай одеваемся чушь а может не надо все таки к разику грузиться больше по моему поставить сейчас действительно вот эти вот такие вот одно прицеп рожденном все дела или это прям до принципиально важно но как бы не так уж и принципиально ну давай как бы сюжет есть ну давай попробуем все таки как не так по боли ускорить программина потому что мне кажется что теперь надо заправиться съездить это нам но надо я кстати дополнительный бак поставил а я не поставил ну ладно вернись человек когда рада я спектакль на путь вот это знает свои коварные места нет надо да тут кстати можно машину убить вот этих впадинах носом колебать от души вот тут кстати пилоранчо будет одна из боли надо скринок был делать я тоже забыл ладно мы сейчас еще с тобой покатаемся он давайте поехал на заправку я так все залил нужно ехать так где ты там не одну заде часы тоже за фронт пока что то ли так мы все в принципе в основном труду и обороте как говорится алисси так ступ озера овера овер алисси я вот так то симпотненько в принципе место симпотно но если бы счет погодка хорошая была тут красиво было бы и не все страшно время будет я думаю посмотрите хорошую погоду да может быть тупо но немножечко сам поехал по грязи я ускорюсь маленько да можно там на ли точках погрузки хорошо будет и например вперед проедешь а я тут останусь и так загрузимся и поедем дальше окей когда я всегда рекомендую как бы на знак карты устанавливать как минимум две точки погрузки потому что одна просто при прохождении карты в режиме ну то есть мультиплеер это просто одна это ни о чем ну так ждать надо было постоянно очередь вот как то недавно с ребятами проходили карту не помню какое название проходили а там один козел для погрузки брев и вот стоим как идиота болен в очереди на это только на этого а это я помню эту карту когда еще камазы были да не 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 мы на next next это были там поэтому и даже я не стремился записывать это мы так и ради как по фану короче решили пройти вот собрались прошли карту и еще одна была карта где вы про тапочки говорили про тапочки про тапочки камаз там был тоже какой то я не знаю как саландой тоже был бы надо посмотреть я уже не помню я уже не помню чего там так вот первого козла я нашел в принципе вот а и там дальше дальше там будет а если дальше и гораздо дальше как и данный бывает такое бывает что-то как всегда ведь а впереди авторы сзади едут по такой щенка будто я карту знаю лучше я просто не кощуню я кружу я кощуню я самый честный летсплейщик который только может быть так а ты куда поехал туда вперед да да я на дальний указал поет а мне тогда надо тоже объехать так же так неудобно так 10 козел маленько кривовато стоит относительно дорогу но это не помню это и нормально нормально так я уже а вот и я чуть в дерево не вписался сколько урон а это да если скользячку зацепишь деревце то оно там столько 300 урона да сразу пробивает машину просто да да я не взял колесо запас хотя бы и не поставилось не колесо не взялось бы да ремку в таком исполнении на не наденешь к сожалению да жалко это что-то загораживает пишет а понятно что там загораживает вроде грузился нормально было тихо не касайся пожалуй все стоим создаем средний брен грузимся на какой пилораму на дальнюю поедем да давай на дальнюю сначала потом на ближнюю я всегда так стараюсь опять через этот грязевой хомик чего-нибудь там то что подальше забить а потом напоследок уже поступали часто ну да хотя так и надо делать все время пока силы есть как говорится да я думаю особо мы не переработаем заполняет 2 пилорамы да конечно на два человека 2 пилорамы чуть ну да мышком съезде ай у меня бревна соскочили тоже погрузчик называется димон 55 руст фут одно название все дело правильно да да вроде все нормально было ну час же нормально все будет зашибись как всегда о о нужно загрузить загрузить еще два понятно какие надо загрузить так на дальние а понятно куда на дальние ты не едь пожалуйста в мою сторону я тут не поеду с бревнами разбираешь о тихо 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 давай давай вот ну я прям батька решил проблем так я покажу с тобой понаблюдая как тут все происходит благодаря волшебной камере камера какая то ну все ну все я тебя в принципе жду уже возле краза практически кстати ну ты прям как жанглер да люблю так делать Особенно, когда с друзьями прохожу всё время так дело. Такс. Ложим, ложим. Угу. Ещё одно. Ещё одно, которое валяется. Нет, я это не буду. Я не такой. Так, ладно. Ты всё со своей помощью камеры? Фу, волшебная камера. Ну да, да, я вот смотрю, как ты грузишься. Да я бог, я бог прям. Непонятный, но бог. А где есть, кстати, локация автоматической погрузки, если что? А вон, сейчас. Вон где, короче, стоят эти вагончики, там локация автоматической погрузки. А, всё, понял. Вот здесь, ребята. Кто смотрит обзор, где-то вот здесь автоматическая погрузка. Да пусть смотрят. О, ничего себе. Даже фары включу. Ну, пофиг, что деньги фары включу. Поворотики тут хорошие. Лечу? Давай-давай. Пожалуйста, не врежься. Весь обзор запарю. Себе или мне? Я себе. Иногда сам с тобой разговариваю. У меня же тут тур, этот стоит ещё красный. У меня тоже красный, я его объехал. Да, кон там-то дальше стоит у меня ближе. Залезай. Всё, залез. Ну, в принципе, грязь на самом деле адекватно. У меня даже машина, она вот пока что на плюс один едет. Не пробуксует, но едет уже всё конкретно пробуксовка. Какой-нибудь пониженный сейчас пущу. Пониженный вообще элементарный. Элементарно, ватсон. На пониженный, можно сказать, без пробуксовок идёт машина. Так, вот здесь холминка, конечно, после лужи, всё такая. Да, да, да. Плохо в него, сомневаюсь я, однако, что заедет самостоятельно. Хотя, харьба узнает, нужно едет. Да, заедет, попробуем. Надо всегда. Столько много слов сказали. Так, всё. Косячок здесь уже маленько обнаружил. Лужи, косячок, ну всё. Не буду больше карты держать. Да, как меня поразил вчера. Один картодел там с описанием своим. Стоит ли мне этим заниматься или не стоит? Прямо в описании? Да, написал там, типа, оставляйте свои комментарии, ля-ля-ля, стоит ли мне этим заниматься? Ой, блин, вообще. Сделал карту 8 на 8. Я ему, я и сказал нам, если так сделать дальше, лучше не стоит. А, что типа маленькая карта, да? Это на Калмазе, да? Да, вот на Калмазе я проходил. Там, конечно, точка погрузки вообще. Ну да, да, да. Она кривоватенькая, ну, в принципе, справилась. Прицеп отцепил. Ну, ещё там это, точка разведки, где была? Да, да, да. Да, где в полотенце, там точка разведки. Дорог много. Так, лучше по лужице, поеду. Да, по лужице. Ну, потому что мне лужице ехать, это слишком коварно, короче. Да-да-да, Барен такой нехилый. Ну, тоже легко и... На плюс один я проехал, вот эту грязь, вот эту грязь. Не, ну, в принципе, грязь везде адекватна. Я не могу сказать. Что-то прям типец. Заковарденно, там. Принципе нормально. Ну, тестировал Декарту на МЗКТ, что ли, я так предполагаю? Да, да, до четырехосных автомобилей делал. Понятно. Вот, ну, сразу могу сказать, что карта будет не востребована, что это далеко не самый любимый автомобиль. Ура? Крас? Нет, от 535, да. Вот адекватный тест, это на Урале 4320. Самый адекватный тест. Ну. Вот, а все остальное, конечно, оно... Это уже, естественно, на любителя. Сразу скажу, если поедешь на пилораму, бери правее или левее. Посредине не едь. Ну-ка. Так, плюс один, врубил, попер. Все, хорошо. Я тоже плюс один врубил, попер. Ну, холм достаточно хороший. Ну, два раза, если тут проехать, нормально будет. Не так уж непролазный будет такой. Адекватный. Какая дизайнерка. Везде есть места. Тут прям такой щенька, будто здесь пилораму хотел сделать. Мне не было такой, где краска стояла, нет? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я хотел, короче, танки по деревню сделать. Которые там роют, там водопровод, правоперечён. Просто дополнительных статических объектов будет. Понятно. Но надо уже все-таки скачивать их и делать с ним. Так. Ну, вроде бы. Ну, я, короче, кощуню по-черному. Просто по-черному. Ну, кощунь. Я против линии лечу на автомате. Короче, так, можно здесь сразу повернуть. Да, да, да. Можно повернуть вообще везде. Не, ну, везде-то не повернёшь, деревья мешают. Ха-ха-ха. Роднину надо было. Вот что-то, вот точно это. Даже вот, вот картоделы делают, да, там свои карты. Даже вот сама карта, дефолтная равнина, она далеко не равнинистая. Она ухабистая достаточно. То есть присутствует разнообразие ландшафта. Вот нужно всё-таки как-то немножечко, конечно, ориентироваться. А. На то, что вообще вот вы видите там на карте дефолтных. И стремиться делать так же. Потому что я считаю, конечно, дефолтные карты, они достаточно показательные. То, как нужно делать так. Я знаю, где ты скачу их. Нет, я никому не качу. Я чистый ехал. Подорога. Уже доставил. Да, я в росте, я поражился. А я ещё прусь. Давай. Я на автомате лечу. Вообще. Пятая передача. Да, места тут такие. Да где ты на автомате лечишь? Ты сейчас с... А, вот он где. Да, я уже еду обратно. Так, давай, наверное, я тебя... Куда жду столь чуть-чуть, где. Водинарии-то катаюсь. Да, да, да. Автор просто так. Так, автор чёт. Автор жжёт, жжёт, короче. Да, да, да. Ни ещё лёгких путей. Сейчас я доеду хотя бы до перекрёстка. Сейчас я тоже уже почти доехал. Но должны быть тебе на путствие, на будущее, делая карту, если хочешь, чтобы ездить непосредственно по той дороге, где нужно ездить. Делай дальней, уже, уже делай. Ну, это как бы сужено было немножко. Ну, мало она сужена. Здесь по большему счёту четыре машины, как нифиг, нафиг, пролезет. Вот, старайся делать на одну машину, немножечко ещё так предутапливая так дорогу саму в себе. Вот. И тогда ни у кого не будет желания кощунить. То есть, а вот тут, получается, у тебя ровная поверхность идёт, и на этой же ровной поверхности вровень идёт с основным ландшафтом грязь. Вот. И оттого и желание возникает кощунить там, либо слева, либо справа проехать. А когда ты делаешь дорожку узенькую, и ещё её маленечко в ландшафт предутапливаешь, кощунить уже отсюда, ну, никакого желания нет. Плюс можно там накидать вот эти лунекс-крусы, то есть вот эти вот палки валяющиеся. Но маленькие. Не, не маленькие, может даже большие. Местами так понакидать, без фанатизма, да. Типа вот, ехал лесовоз, и из него там повытряхивалось, типа того. И, как бы вот, старайся предутапливать дорожку, где-то в лужу туда бай. То есть, ну, чтобы отсутствовало желание, потому что, если дорога приутопленная, соответственно, шаг влево, шаг вправо с этой дороги, машина кренится, вероятность переворота уже очень велика. Да, да, может быть. Да, вот. И туда не может быть, это стоп-угол. Не, ну, если на МЖКТ ездить, то, конечно, вероятность переворота... Не будет. Чуть ли не под 45 градусов, там можно, наверное, ехать, и нормально себя будешь чувствовать. Так, у нас с тобой ночь, ночная. Так, одна билка, можно сказать, у нас с тобой уже забита. Все, батя включил повышенно. Так, сейчас я включу, это, как раз, 50-50, отгоню маленько, здоровье. Потом мне что-то как-то помешался, честно говоря, на выезде. Ребят, сюжет, конечно, присутствует, кто смотрит, кто скачает карты, сюжетом автор, автор сюжетом, карту свою снабждил, вот. Но ориентироваться непосредственно на этот сюжет не обязательно. Мы проходим нормально сейчас. А если кто хочет. Да, да, это сугубо ваше личное желание. Тут, как бы, козел, он и в Африке козел, спавник, как маленький, так средний, так и большие бревна. Вот, поэтому, давай вперед, проезжай, я с тобой. Вот, и проходить, в принципе, можно как угодно. Я вот сделал для себя такой своеобразный вывод, то, что чем сильнее ты пытаешься обременить людей, которые скачивают твою карту, обременить их или заставляешь их делать так, как тебе хочется, да, чтобы проходили карту по сюжету, что, будь то сюжет просто писаный, будь то сюжет писаный и плюс ко всему на него понаставлено, на эту карту просто понаставлено каких-то модов, вот, и без этих модов, допустим, за эту карту не пройти, тем люди негативные реагируют на вот эти карты. Да, потому что многие не качают этим, да, многие, многие ездят вот на МЗКТ, ха-ха, ну, ранее, саргане, ну, вот, то есть, в принципе, от того, и, ну, так оно получается, что, ну, никому это особо-то не знаю, вот смотри, вот, как липись на путь, садить по дороге. Мы сейчас всем покажем, потому что автор не кощунит едет прям посередине по дороге. Ну, как, так, 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 так поедем посередине так это дело в том что я просто-напросто по внутреннему кругу объехал по внутреннему радиусу а так бы да 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 я че-то долго езжу по такой холминке прыгнул начиналась а по высшему включится на ум цикл очаги растут да грибочки мухоморчик есть есть ой а тут трифтью короче срок а по сюжету пиксин сайя максимума когда ну хорошо в разы главное чтоб никто в паспорт не спросил это боится да 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 там же еще начальник петрович за посла главное чтоб начальник петрович далеко не посылал такая м и на какую на дальнюю поехал да я опять сюда тут уже я вместо нагретой цели да у меня тоже уроном вместо нагреты она у тебя там я там козел какой то неправильный я брюно раскидал я просто видел как это я просто так в ток средние бревна создаем так что происходит отчеты маленько с бревнами воюю а бревна раскидывает а это не мой козел не не нормально нормально не раскидываем перераски все пучком а у нас все пучка она не будет авторские права нарушения не кстати относительно авторских прав если там во время видео то есть играет музыка какая-то да и она в принципе но ты при всем при этом еще и бы разговариваешь то в принципе нормально но особо за это никто ругать не будет а если она играет чистоганом как бы да и я ничего не перекрещивает туда за это ютюб ругается страйки просылает а знакома с было такое заблудился но на удивление я тоже загрузился вышка впрочем а все своя лазейка есть а а а а ты как думаю я прошлый раз мимо тебя проехал а я тогда не видел а вот она нет я поеду по правде а тут все равно до пилорамы недалеко в асфальту сейчас скоро будет главного здесь ехать не чебурок разница грозит уже заикаться есть да я так в объезд нечего я лечу а виз это остается но он он я то без камеры камера на проходимость не влияет как слушай я вообще скрины не делал один скриншот на заправке сделал все ну ладно все страшно после сейчас еще покатались после обзора пока буду видео редактировать ну блин зараза как всегда финальный скриншот я думал бензин то бензина не хватает сколько у тебя бензина 61 метр 61 да так я не подъезжай ко мне я не буду кощинить подъезжай ко мне эти заправлены на 93 литр тихо тихо и чуть не чепуракнулся как ты сказал должно хватить по идее до пилорамы ну как минимум до гаража так кразик сейчас залезет на этот овраг все залез да даем ее ну все а камазики так просто стоят да пускай стоять не всегда что им быть востребованы хотя ну хоть один слот сделаешь что он же не радует свой вообще вообще так далее рекомендовал бы не перебил рекомендовал бы делал 4 слота если кто то играет мультиплеер что каждый брал себе машинку ну да ну да вообще как бы сама купила ого сколько там багажник баки в этом 320 как и сам бак а это типа на одну ходочке на две ходки туда обратно туда обратно дополнительный бак он бак один в один такой же как и не стоит второй бак только с другой стороны ставится пожалуйста поздно нет шу поперли да хватит ты что тупишь так а уральчик что то а у него же еще урон очень у меня тут 26 урона я что то фу 320 какая разница у тебя половина задамажена да да делаем он в гараж светится а я кстати без парня еду я тоже без парня тут на самом деле у меня вот вот стоит белые ночи мне кажется вообще лучше ездить по ночам без парня вот я включаю фары а оно как то все слепит да 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 ничего не видно да еще толком не видно вот без парадок даже да даже без белых ночей может даже доехать на локацию гаража до 200 литров догнаться ну так давай разгоняйся хватит давай 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 о подхватили наконец не тупи пожалуйста не автор как всегда позади но он я тебе давал его шанс опередить да позади тоже хорошо так считает в сторону по поводу ух ты фига нет да я тебе говорю можно убить машину слушая вообще не туда поехал куда а не нормально это заправка я да я через заправку поехал ну сейчас буду вообще полный баг еще я дом заправлю полностью экипирован а у меня кстати урон снялся вид да я уже я с гаража ехал у меня теперь машина отремонтирована а я не буду все давай 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 все подтверд наконец то асфальт родное хотя в омске асфальта нету ну ладно на ул ул смотри все равно тебе хотя бы сейчас возможность меня опередить ванна чем правее маленький взял бы в в в в так в принципе я готов в я могу не так если что финальный скрин сейчас я старт за 38 39 38 у меня ладно давай вот так останется в принципе вот куда поехали я куда то назад сдал да 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 еще перевернуться не хватает для полного участия по моему как раз светать начинает да сколько там 525 ну в принципе да вот сейчас можем маленечко дождаться подождать немножко да и уже светать будет вот уже солнце встает уже лобовые стекла освещаются иначе да в принципе вот так вот вот нормальный скрин я думаю будет ну сделать бы как-то по-человечески вроде бы сделал ну что ж ребят на этом мы заканчиваем я думаю карта вам понравилась лично мне понравилась наверное еще потому что я крайне редко вообще прохожу карты и для меня пройти любую какую-нибудь из карты особенно с автором особенно с автором это вообще какое-то великое достижение так что ребят карта будет загружен непосредственно самим автором на сайт стм да вот скриншотики мы сейчас здесь напилим как говорится да и все это будет оформлено сделаем да с описаниями со всеми потрохами ссылочка на эту карту также безусловно под видео в моей группе вместе с этим видео также ссылка будет добавлено скачивайте наслаждайтесь катайтесь проходите вот мы вдвоем вот на этих машинах прошли за 39 минут у автора 38 даже так что так что вот примерно ориентируйтесь на такое время прохождения старайтесь проходить действительно на адекватных автомобилях по 4 как говорится мы всегда успеем а вот пройти вот эту карту именно вот на таком вот либо моде приближенному дефолту либо непосредственно дефолте это вообще было бы вообще наше шикарно ну что пока ля ля то поля и вот собственно говоря уже день настал вот то есть в принципе в принципе вполне вот такой вот скрин дневной будет у нас все сделал стриншот я запалил я тебя как ты мне там репу чешешь ладно ребят все огромное спасибо за просмотр и всем пока пока и 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